Добрый день! Сегодня у меня очень интересное интервью. Я впервые пишу интервью с пластическим хирургом, тем более топовым пластическим хирургом. Хочу познакомить вас с Антоном Игоревичем Захаровым. Это известный в России пластический хирург. И сегодня Антон Игоревич у нас в Казахстане. Я воспользовалась этой возможностью взять у него небольшое, но очень важное для нас интервью. Антон Игоревич, добрый день! Добрый день! Очень рада вас видеть в Казахстане. Я думаю, вы здесь не случайно. Совершенно не случайно. То есть у вас здесь работа? Да, я работаю здесь в отличной клинике. Клиника называется Tulip Medical. И каждый день мне нравится, который я здесь нахожусь. Это не так часто, но тем не менее. Мне нравится то, как организована работа этой компании. Это такой хороший европейский уровень, что удивительно, но радует. Мне вот интересно, у нас эта индустрия относительно молодая. В России, когда она начала зарождаться в России, в пластической хирургии? Когда женщины начали в этом нуждаться? Вы знаете, действительно, многие люди думают, что индустрия красоты, особенностическая хирургия, она появилась только недавно, потому что она недавно вошла в массы. Но на самом деле... Вошла вот в нашу страну, мне кажется, относительно недавно. Вполне возможно. Но в России это направление существует с 30-х годов прошлого века. И именно в 30-е годы прошлого века было организовано то предприятие, главное предприятие нашей страны, Институт пластической хирургии и косметологии, в котором, собственно, я и тружусь в настоящее время. Оно недавно праздновало свое 85-летие. И в 37-м году, если память не изменяет, указан ВКПБ, был организован Институт врачебной косметики, тогда он так назывался, который занимался вопросами эстетики лица, как терапевтическими, так и впоследствии хирургическими. И этот хирургический компонент очень быстро вошел в структуру Института и занял свою значимую роль. Просто в Советском Союзе того времени, еще до военного, это был все-таки удел только отдельных личностей привилегированного класса. Это какие-то были жены партийных работников, это были какие-то известные актрисы, публичные люди, отдельные какие-то выделены. Они имели возможность обращаться за услугами в это учреждение и получать их на самом высоком уровне качества. То есть 85 лет назад пластическая хирургия была востребована в Советском Союзе? Да, она была востребована, просто она не была массовой. Она была хулуарной и не публичной на тот момент. Потом появилось второе предприятие, так называемое лечебница на Арбате. И это уже было несколько структур, которые занимались этим вопросом, но она была больше терапевтическая. А именно в направлении эстетической хирургии наше московское предприятие, оно, собственно, и просуществляло по сей день. Оно перетерпело ряд реконструкций, ряд реорганизаций на разных этапах. Оно переезжало из одного здания в другого. Каждый раз это позволяло увеличить производственные мощности, дооснастить его, развить его. И на сегодня это самая большая клиника эстетической хирургии в Европе. И ведущее предприятие России – самая оснащенная, достойная клиника центральная, наша московская. Поэтому, более того, сейчас у нас есть ряд филиалов по стране, уже такого никогда не было в истории института. В 21 веке уже он имеет несколько филиалов. Честно говоря, удивлена. Я вообще впервые слышу о том, что в Советском Союзе специально открывали государственную больницу, выращивали проластических хирургов. Все так и было. И многие наши известные артистки того времени, они действительно пользовались активно очень хирургическими слугами. И именно поэтому имели такой яркий образ, который помнится нам до сих пор. С того времени в народе живо восприятие этих людей. Поэтому развитие отрасли шло синхронно с тем, что было и в Америке, и в Европе. Но, надо сказать, более правильно сравнивать с Америкой. Потому что в Европе эта отрасль, она всегда запаздывала очень сильно. И до сих пор запаздывает. Мне кажется, в Европе просто культ, то есть они же культивируют, что стареть нужно красиво, естественно. То есть поэтому в Европе, мне кажется, вот эта индустрия, она не так активно развивается. С одной стороны, причина в этом. С другой стороны, особенность развития индустрии в Европе обусловлена системой их образования в хирургии. И это накладывает очень большой отпечаток. Например, эстетической хирургией в Европе может заниматься только врач, который занимается в целом пластической и реконструктивной хирургией. Как то реплантацией пальцев, реплантацией конечностей, пустожоговыми деформациями, врождёнными дефектами строения лицевого черепа, например, у детей. То есть это очень сложно стать пластическим хирургом, да? Дело не в том, что это сложно. Дело в том, что пластической хирургией человек занимается в целом. А эстетическая хирургия – это её подраздел. И вот представьте себе, что пластический хирург Германии 90% своего времени в году рабочего тратит на то, что я перечислил. И только 10% своего рабочего времени в году тратит на эстетическую хирургию как непосредственную специальность. В итоге получается, что он в год может сделать эстетических операций столько, сколько хирург в России делает в неделю по количеству. А мы всегда понимаем, что количество и гарантировать хирургу уровень прироста его навыка, уровень понимания возможных нюансов операции, осложнений, разных анатомических вариантов. Это тот момент, который позволяет хирургу в любой ситуации получать хорошие результаты с максимальной долей вероятности. И в силу этого получается, что европейские коллеги очень сильно запаздывают в объеме своего опыта. То есть, допустим, для эстетического хирурга в России выполнять 200-250 операций, 300 операций в год – это вполне себе выполнимые показатели. Антон Игоревич, я изучала Вашу биографию, смотрела Ваше интервью. Вы в год делаете более 500 операций. Да, так получилось. Это в день по 2 операции, по 1,5 операции? Ну, я слава Богу. Или в день по 3 операции? Сколько операций в день Вы проводите? Я, слава Богу, оперирую не каждый день. Это было бы невозможно, да и, наверное, и не нужно. Надо когда-то мне, как любому человеку, и отдыхать. И плюс хирургическая работа не только из операции состоит, но и из приема пациентов, от лечения и разных других моментов. Но, с одной стороны, у меня большая доля оптимизации процессинга моей деятельности, как у любого хирурга, который в этой деятельности достиг определенного уровня. С одной стороны. С другой стороны, я, естественно, делал в операционный день 3, 4, 5, 6 операций. Так как скорость их выполнения у меня в силу определенного уровня навыка высокая, то я могу себе позволить их делать много подряд, что, допустим, для молодого хирурга недоступно. За счет этого, конечно, я не 365 дней в году, не 352 оперирую. А там, я думаю, ну, я думаю, дней 300 все-таки. Может, 200, 240, 250, зависит от года. Но, в целом, да, это больше двух операций в операционный день, и это для меня нормальная практика. Еще я читала в одном из интервью, вы говорите о том, что пластический хирург не должен быть узкоспециализированным, да, как сейчас это очень популярно. То есть, там говорят, этот хирург, он специализируется только на блефоропластике. Этот хирург хорошо делает... Ружинцы левой ноги, да? Да, хорошо делает мамопластику. То есть, там есть даже в гугле вбиваешь, то есть, там, пластический хирург, там, по абдоминопластике. То есть, что вы думаете по этому поводу? Об этом, я думаю, что нужно разделять подготовку людей, действительно, готовность их к выполнению каких-то манипуляций, уровень их профессионализма, и голый маркетинг, который за счет такой избыточной суженности в информационном поле, не в жизни, спектра деятельности конкретного специалиста, пытается повысить значимость этих действий, да, в умах потребителя, что совершенно не является правдой, не является связанными вещами. Это, скажем так, та логическая цепочка, которая возникает автоматически в силу маркетинговых механизмов, но за ней зачастую ничего не стоит. На мой взгляд, пластический хирург, который эстетически занимается только мамопластикой, он имеет просто ограниченный уровень подготовки. Потому что, ну, это было бы очень странно, если бы терапевт занимался, допустим, только лечением левой почки. Это бы вызвало у нас, ну, некие, там, терапевтические заболеваниями, там, левой почки, да, некое непонимание. То есть, точно такое же непонимание вызывает пластический хирург, который занимается только мамопластикой. Пытаясь представить это как некие преимущества, на самом деле это просто ограниченность его образования, и ему, наверное, нужно все-таки расширять свой спектр подготовки для того, чтобы хотя бы выполнять базовые какие-то манипуляции, и, в первую очередь, иметь возможность вылечить те осложнения, которые могут возникнуть у него в ходе его же манипуляций. Поэтому мне не кажется, что подобные регалии, как, там, специалист по мизинцу левой ноги, они придают вес профессионалам. Для меня это кажется странным. А считаете ли вы мамопластику сложной операцией? Нет, я считаю, что мамопластика – это операция для начинающих хирургов. Понятно, что есть люди, которые, в принципе, всю жизнь занимаются только этим, но это вопрос, наверное, их личных интересов, личного подхода. Но я могу вам сказать, что анатомически, технически, в отношении требовательности к уровню подготовки, требовательности к мануальному навыку мамопластики – это самая простая операция, в принципе, в эстетической хирургии. Это удивительно. Ну, это факт. Все начинающие хирурги, они стартуют с увеличивающей мамопластики, ну, после обучения каким-то самым базовым. Я думала, что самая легкая операция – это блефоропластика. Ну, блефоропластика гораздо более требовательна к уровню подготовки теоретической и практической хирургов, потому что многие варианты блефоропластики не прощают ошибок. Например, иллюзорно простая операция по коррекции верхних век, верхняя блефоропластика в подавляющем большинстве случаев начинающими специалистами выполняется с ошибками в разметке, что ведет к смещению рубцов выше складки, визуализация этих рубцов в процессе дальнейшей жизни пациентки, сокращению расстояния от складки до бровей, сокращению высоты под брови и обязывает эту пациентку всю жизнь пользоваться косметикой, пытаясь это камуфлировать. При этом исправить это очень сложно. Дефицит под брови очень сложно поддается коррекции. Поверьте, любую грудь, даже постонкологический дефицит объема и покровов с пересадкой лоскута скорректировать проще, чем тотальный дефицит высоты под брови при вроде бы иллюзорной простойте верхней блефоропластики. Это не так. А как часто вам приходится переделывать чужую работу именно на лице? То есть неудачную блефоропластику, неудачную ринопластику? Вы знаете, коррекционные повторные операции – это одно из активных направлений моей деятельности. Дело в том, что… К вам обычно приходят корректировать, да? Ко мне приходит и много первичных операций, и много коррекционных. Как мой опыт в работе в перербитальной зоне, я выполняю весь спектр операций, в принципе, которые есть в этой зоне, включая все через лицевые манипуляции, все скулоорбитальные, костные пластики-варианты, все реконструктивные операции на орбите, все реконструктивные операции на веках. То есть у меня есть широкий объем инструментария в руках. В сочетании с современными технологиями эстетической хирургии, такими как тотальный поднаткушечный лифтинг средней зоны, владение всем инструментарием в этой зоне анатомической позволяет оптимизировать тактику работы с повторными реконструктивными пациентами. Скажем так, хирург, который не владеет таким широким спектром манипуляций, он не может эффективно выполнять повторные коррекционные операции. Они гораздо более сложные, чем первичные. Конечно, это грустно, что есть пациенты, у которых что-то пошло не так. А сколько процентов ваших пациентов приходит к вам именно на коррекцию? Моих лично? Да, к вам лично. Как часто приходит из 100% ваших пациенток, сколько пациентов пришли к вам поменять чужие работы? Я думаю, процентов 40. 35-40% погоды. У меня есть эта статистика, она ведется моими сотрудниками. Это коррекционная операция. И это грустно, когда что-то пошло не так. Это очень грустно, да. Но, к сожалению, надо понимать, что медицина – это наука не очень точная. И отнюдь не всегда дело в ошибках хирургов. Есть очень много других факторов, которые влияют на результат. Это и грубое рубцевание, это и особенности заживления у конкретного пациента, и выполнение рекомендаций, и изначальные какие-то моменты планирования и особенности восприятия себя этим человеком. Бывает, они просто предъявляют очень специфические требования к деятельности хирурга, к тем эстетическим изменениям, которые являются их запросом. И хирург в чем-то идет у них на поводу, даже если эта тактика в глобальном смысле не очень выигрышная. Но здесь уже ответственность, она солидарна. Есть очень много причин, почему может что-то пойти не так. Конечно, конечно, есть и дефекты тактики, и дефекты исполнения этих манипуляций. И это есть и в России, и в любой другой стране. Часть работ выполнены некачественно. Более того, здесь не только эстетические хирургии, любой труд, в том числе вы можете помыть машину, и на ней останутся разводы, может быть сделано не очень качественно. И невозможно требовать 100% качества исполнения труда в любой отрасли. Поэтому здесь такая же ситуация. Но исправить можно все, да? Исправить можно очень много. Есть ситуации, которые действительно уже практически непоправимы, но это большая редкость. Вот. Без сомнения, так как я занимаюсь повторкой, переделкой, сложными реконструктивными случаями, меня часто спрашивают, а как у вас с этим делом? Как много ли у вас осложнений и проблем, и переделываете ли вы их за собой, или кто их доделает? Я могу сказать, что все свои проблемы, они без сомнения есть. То есть я доделываю сам и дорабатываю их сам, стараюсь сохранить этих пациентов в полном окружении вниманием, для того, чтобы довести все до того, результат, который мы запланировали. У меня погода около 1,5-2% проблем. Это хорошая статистика для нашей отрасли. Я не могу сказать, что она лучшая, я не знаю статистики всех специалистов в отрасли, в своей стране, но она очень-очень-очень хорошая. То есть по году из своих 500 операций я переделываю несколько. Да, так бывает. Где-то бывают сложные заживления, где-то еще какие-то проблемы. Это нормально. Каждый пациент, который приходит ко мне, хочет услышать гарантии хорошего результата. Я, к сожалению, не могу их дать. Я могу сказать, что ваша манипуляция по статистике имеет вот такой у меня объем хороших результатов, вот такой объем проблемных результатов, риски вот такие, вероятности их такие. Я за честную коммуникацию, четкую позицию. Но каждому из них я говорю, что если, не дай бог, конкретно в вашем случае что-то пойдет не так, мы не добьемся того, на что мы рассчитываем, или результат будет как-то отличаться от ожидаемого вами, вы будете недовольны, то мы потом вместе приложим все усилия. И от вас потребуется просто больше времени на реабилитацию, больше возможностей спокойствия и ожидания. Но вы получите на выходе именно то, что мы запланировали. Антон Игоревич, мне интересно, как к вам приходят пациенты? Наверняка у каждого человека есть свое видение, да, то есть свой идеал красоты. Кто-то наверняка приходит с фотографией Анжелины Джоли, да, там, кто-то приходит с фотографией Бионс, кто-то с фотографией, не знаю, там, еще какой-нибудь красавицы. Еще кого-нибудь, без сомнения. То есть у каждого свое видение, вот как вы находите точки соприкосновения, чтобы понять, да, чего в итоге хочет ваш пациент? А это и есть крайне важная часть, часть работы эстетического хирурга. Без нее все остальные технологии, которые у нас в руках, или там, знания, навыки, тактика, они теряют свою ценностность, если мы не можем правильно видеть красоту, правильно видеть эстетику и понимать, как мы должны конкретно этому человеку подобрать ряд решений и изменить его композицию, там, лица или тела, для получения оптимального результата, который будет и соотноситься с видением эстетики, на которую, в принципе, рассчитывает пациент, обращаясь с этими вопросами к нам, и с его потребностями, потому что это все должно... А как это происходит, этот разговор? Вы рисуете или, может быть, графически как-то это делаете? Вы знаете, это в живом диалоге чаще всего. То есть, вот, допустим, я говорю, я хочу тоненький носик, да, вы говорите, а если вот вам кажется, что мне не пойдет тоненький носик, то есть будете ли вы меня переубеждать? Вы знаете, я в этом отношении очень счастливый человек, я делаю только то, что мне нравится самому. Если мы с пациентом не договариваемся в отношении... То вы просто не делаете операцию? Ну, я просто этого не делаю, я могу себе самому позволить. Отлично, да. Почему? Потому что я не могу делать то, что мне заведомо не нравится. Ну, это сильно противоречит моему восприятию профессии, моему пониманию действительности. И я не могу в полной мере это проработать, возможно, так, как хочет этот человек, может, мне нравится что-то другое. Это не попадает в мою кону восприятия. Я тогда честно говорю, что за этой операцией они могут обратиться к моим коллегам. Рынок большой, всегда есть из кого выбрать. Конкуренция высокая. Пожалуйста, без сомнения. Но они могут выбрать того, с кем они на одной волне, с кем они могут реализовать все свои потребности. Ко мне приходят пациенты, говорят, я хочу грудь седьмого размера, чтобы она каждая была вот как хороший такой небольшой арбуз, и все будет отлично, и сама эта девушка 47 килограмм, я не делаю такие операции. Не потому что я технически не могу, или в этом что-то сложное. Нет. Я просто понимаю, что это вызывает у меня лично глубокий эстетический дискомфорт. Как у мужчины или как у хирурга? И так, и так. И, соответственно, я не хочу делать это и нарушать свой баланс восприятия тем самым. И самое главное, мне не будет приятно, если это будут мои результаты и мое реноме. Мне хочется делать красивые вещи. И те, которые созвучат моему восприятию, я трачу много сил и времени на то, чтобы это восприятие развивать. Вот, Антон Евгеньевич, у меня вопрос. Как вы воспитываете свой вкус? Потому что, например, дизайнеры интерьера, художники, они летают на выставки, ходят в театры. То есть, как мне интересно, как пластический хирург развивает в себе вот это чувство красоты? Потому что, по сути, от вас зависит, будет ли пациент красивым, красивее или же нет. Знаете, все достаточно банально. Наши механизмы близки к этим. У нас даже в последнее время в отрасли, вот в Москве, появился такой тренд. Благо, это уже на официальный вышел уровень, что организуются специализированные экскурсии для пластических хирургов в ключевые музеи Москвы, связанные с изобразительным искусством, скульптурой, с гидами очень глубоко подготовленными, которые погружают наших коллег именно в элементы эстетики, связанные с ключевыми произведениями искусства в данных коллекциях. В принципе, это и есть тот метод, который использую я. Есть ряд мест в мире, которые меня очень вдохновляют. Я очень люблю музеи в Италии, и они восхищают меня. Я неоднократно посещал ключевые места, которые там расположены, особенно в Флоренции. Это мой любимый город, и там очень много произведений и скульптуры, и живописи в целом. Вот живопись эпохи Возрождения, которая представлена в Италии, она, мне кажется, более чем достаточна для восприятия эстетики для всех поколений с того момента, когда она была написана. А кто из художников и скульпторов ваш самый любимый, да? Из скульпторов? Вот и вам нравится. Из скульпторов Микеланджело Бунаротти. Мне кажется, что это... Когда вы смотрите на эту фигуру, вы понимаете, что здесь все правильно. Мне кажется, что... Здесь грудь такого размера, такого там, я не знаю, формата. Я просто понимаю, мне кажется, что он как скульптор не был превзойден, его гений не был, даже, скажем так, близко никто не приблизился, я считаю, к нему как к гению скульптуры. Это если о скульптуре, если о изобразительном искусстве, то мне много нравится художников, но это в основном классическая живопись. То есть не близок, да, авангард или разные течения XX века, это какие-то итальянские классики чаще всего. Хотя есть, конечно, художники других стилей, которые позволяют совершенно заворажить человека, там, тот же босх, допустим, да, который никакого не имеет отношения к классике возрождения итальянского. Я думаю, что вот такой комплексный подход к развитию собственного эстетического восприятия крайне важен для хирурга, чтобы именно эстетическое чувство напитывалось какими-то внешними данными и позволяло идти вперед. Да, то есть глаз должен быть такой, натренированный. Обязательно, обязательно. Антон Игоревич, мне интересно, вот как вы думаете, пластическая хирургия – это все-таки точная наука, да, или же это искусство? Это интересный сплав крутых современных технологий, технических каких-то аспектов, там высокотехнологичного оборудования, с одной стороны, классических хирургических тактических решений и вот того самого эстетического восприятия, о котором мы говорили. Это, скажем так, на мой взгляд, в хирургии самая интересная профессия, потому что она настолько многогранна. Вот результат работы эстетического хирурга из трех складывается ключевых моментов. Это эстетическое восприятие и вот тактического понимания, видения, да, ситуации, возможности сформировать правильную этапность и план реализации каких-то работ хирургических, видения, возможности технического их исполнения, что очень требовательно к мануальному навыку, к уровню хирургической подготовки. Только когда все эти части работают вкупе, то мы можем получать хорошие результаты. Другого нет пути. Но это очень интересная многогранная профессия, поэтому если как-то о моей персоне сказать два слова, то больше всего мне повезло в том, что я очень люблю свою работу, я занят любимым делом, поэтому Конфуция, по-моему, сказала, да, найдите себе дело по душе, и вам не придется работать. Никогда не придется работать. Вот я именно в этом формате существую. Я не могу сказать, что это везение, что это не повезло, это просто везение. Нет, это результат структурного движения вперед, анализа собственных потребностей, и последующий реализатор этих потребностей для того, чтобы заниматься тем, что тебе нравится, что я, собственно, всем и советую. Антон Игоревич, мне кажется, люди, особенно в частности женщины, которые приходят к пластическому хирургу, им кажется, что вот после операции жизнь поменяется. Вот сделают блефоропластику, и будет все по-другому. Сделаю себе грудь и заживу по-новому. Как меняется вообще жизнь женщины после... Жизнь действительно меняется. Это очень традиционный вопрос. Не только в формате обсуждения специальности, но и то, что будоражит умы наших пациентов. Да, пластическая хирургия меняет жизнь людей тотально. Но эти изменения, они связаны не с тем, что у них изменился внешний вид лица, молочной железы, какой-то формы тела. Дело не в этом. Дело в том, что правильно, подобранная, верная, выполненная эстетическая операция, она в первую очередь меняет восприятие себя у этого человека. Он себя ощущает по-другому, он себя видит по-другому, он себя чувствует иначе. Благодаря этому его коммуникация с окружающим миром становится совершенно другой. Через призму его иного восприятия себя и иного уровня самооценки. Именно за этим изменением коммуникации с окружающим пространством подтягиваются все те изменения в жизни, о которых мы говорим. Да, бывает так, что пациенты приходят через год на контрольный осмотр финальный, через год у нас обычно, и говорят, доктор, у меня вся жизнь изменилась. Кто-то говорит, у меня новая работа, у меня новая жизнь, у меня там, наконец, сложилась семья, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Можем ли мы с вами, как два взрослых человека, предполагать, что это от того, что у человека изменилась форма носа или изменилась эстетика перебитальной зоны? Конечно же нет. Конечно же нет. Человек просто начал нравиться самому себе, да? Человек начал нравиться самому себе, начал воспринимать себя иначе, выстроил свою коммуникацию с окружающим миром другим путем, и все изменилось. Поэтому по-своему эстетическая хирургия – это такая вершина психотерапии со скальпелем в руках, которая позволяет менять судьбу людей, это факт. Но для этого, для того, чтобы наши пациенты становились счастливыми, нужно, чтобы они были поняты, чтобы были поняты их потребности, которых привели на операцию, поняты их мотивы, что они хотят, что они ожидают. То есть для вас это важно, да? Без сомнения. Если вы чувствуете, что вот женщина пришла за 10-й операцией, и у нее просто проблемы с психикой, да? Я не буду ее оперировать. Не будете? Нет, потому что я понимаю, что я не решаю ее проблему. Если я не решаю ее проблему, я автоматом получаю недовольного пациента, который становится для меня какой-то сложностью. И более того, это неконструктивно и непродуктивно. Наши казахстанские женщины чаще всего приходят за какой операцией? Ну, вот из моей консультативной деятельности, которую я веду сейчас, я могу сказать, что большинство обращающихся ко мне пациентов, это люди по вопросам антивозрастных изменений в области лица, направленные также на высокотехнологичные операции на лице, в том числе с эндоскопическим оборудованием. Ну, так как рынок достаточно узкий этих манипуляций, то они, наверное, обращаются за ними к нам. Я, кстати, слышала, что вы делаете какой-то смаз-лифтинг, да? Что это какой-то там супер-подтяжка, и у вас это получается, говорят, просто волшебно. Вы знаете, я много что делаю. Смаз-лифтинг – это такое собирательное название большой группы операций в нижней трети лица и шеи, частично в средней трети лица тоже. Очень много есть модификаций этих манипуляций. Я в своей практике просто стараюсь использовать наиболее радикальные, наиболее эффективные. Но, как и все радикально эффективно, это гораздо более требовательно к технике исполнения, к пониманию анатомии лица. Надо сказать, возвращаясь к прошлому нашему вопросу, анатомия лица, раз так в 50, сложнее, чем анатомия, особенно глубоких слоев, чем анатомия молочной железы. Поэтому все-таки делать сложные операции на лице намного более требовательно к готовке, чем молочная железа. Нет, там просто очень много всякого полезного, важных анатомических образований, нарушения целостности которых ведет к тяжелым осложнениям, инвалидизации, нарушениям функции и прочим проблемам. А это не как молочная железа. С лицом очень опасно работать. Там же очень много нервных окончаний. Да, конечно, там много нервов. Особенно в практике эстетического хирурга большое значение имеют двигательные нервы в средней и нижней трети лица, любое повреждение которых ведет к нарушению мимики, артикуляции, речи, питания и социальной дезадаптации человека, который пришел за красотой. Поэтому, девушки, очень женщины дорогие, будьте аккуратны, да, когда идете за подтяжкой лица. То есть нужно обращаться к опытному хирургу. Это абсолютный факт. Это не увеличение молочной железы совсем. То есть какие риски, вот если пошли к неопытному врачу, сделали себе там подтяжку, то есть можно вообще просто лишиться там подвижности лица? Можно, да, иметь грубые мимические деформации, вплоть до нарушения подвижности, нарушения как результат речи, питания. Никому не понравится, когда суп вытекает изо рта, потому что нижняя губа не удерживает, да, этот суп во рту. И речь при этом нарушена, лицо имеет некую выраженную асимметрию. Это такие классические осложнения, некорректно выполнены на пластике лица. В практике эстетического хирурга это вообще не должно происходить. Просто люди, у которых нет достаточного уровня подготовки, для того, чтобы выполнять эти операции безопасно, они не должны их делать, по идее. Они должны проходить обучение. Есть бесконечное число курсов и в России, и по миру везде, где люди могут подготовиться, не рискуя здоровьем и жизнью пациентов к этим операциям. Просто на это нужно потратить много времени. А вы их консультируете в Казахстане? То есть если женщина придет в Тюлип-медицин, запишется на консультацию, то есть она может проконсультироваться и узнать, стоит ли ей вообще делать спальтяжку лица. Конечно, получить всю детальную информацию, также согласовать все нюансы будущей операции. Я думаю, это недорого, да? Сколько стоит? Консультация? Вы знаете, я плохо ориентируюсь в... Сколько стоит консультация? 5 тысяч сенге. Это очень дешево. Поэтому, дорогие женщины, обязательно сходите на консультацию, воспользуйтесь этим моментом, когда Антон Игоревич здесь, в Нур-Султане, не нужно лететь в Москву, далеко, да? То есть вы каждый месяц в Казахстане? Ну, практически. Бывают и другие какие-то изменения в графике. Не обязательно каждый месяц. Но в целом, в целом, да. Если человек хочет, он точно попадет. Мне кажется, что это очень важно, да? Прежде чем пойти на пластическую операцию, да? То есть найти своего хирурга, да? Проконсультироваться с несколькими, послушать. То есть сейчас же как? Заходят в Инстаграм, смотрят на отфотошопленные фотографии, им кажется, о, шикарная грудь, пойду к нему, понимаешь? Да, но потом, когда все реализуется, оказывается, что жизнь и соцсети имеют мало общего, и начинаются всякие расстройства. Я понимаю, конечно, что сейчас Инстаграм, он имеет крайне большое значение, но все-таки мы живем в реальном мире, и, наверное, для того, чтобы пришаться на такой шаг, нужно к этому подойти несколько более фундаментально, несколько более глобально. Я, честно, говорю своим пациентам, даже которые ко мне обращаются к первому, да, хирургу, у которых есть какие-то сомнения, непонимания, либо какое-то желание разобраться во всем детально. Я говорю, сходите к разным специалистам, к трём, к пяти, к скольки хотите, выберите то, что вам нравится, выберите то, что вам созвучно, выберите ту тактику, которая ближе всего именно для вас. Да, да. Возможно, возможно... Мне кажется, вообще, такую тактику нужно выбирать при выборе любого врача. То есть у нас же как? Идут к одному врачу и по его технологии лечатся. Или там... Вы знаете, есть разные всё-таки в медицине ситуации. Есть вещи абсолютно однозначные, которые не требуют там сбора мнений, какого-то консилиума, разностороннего подхода. А есть вещи наоборот. Очень многогранные. Такие экостической хирургии. Поэтому я рекомендую всем пациентам всё-таки консультативную какую-то составляющую с разными хирургами всё это проработать, обсудить. Мне кажется, это полезно. Даже если они решают остаться у того хирурга, с которого они начали свой путь, они понимают, почему они остаются именно там. Я не боюсь потерять своих пациентов, отправляя их кому-то на консультацию. Потому что я понимаю, что моё видение, оно в моём понимании достаточно совершенное для того, чтобы впрямую быть сравненным с видением любого другого специалиста, где бы я ни работал. Мне не стыдно за те решения, которые я предлагаю. Поэтому если пациент решает остаться где-то в другом месте, то это его свободный выбор. Я не считаю, что должно было быть иначе. Значит, ему нужно что-то другое. Я вряд ли мог ему помочь. Знаете, ещё есть такая отличная поговорка. Это любимая поговорка в эстетической хирургии. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Правда? Да, право. Вот это вот чисто про нашу деятельность и наших пациентов. Антон Игоревич, вы сами когда-то были ассистентом у хирургов в молодости вашей. Вот мне интересно, обучаете ли вы сейчас наших хирургов казахстанских? Передаёте ли вы свой опыт, свои знания? Я в принципе вообще занимаюсь активно обучением хирургов везде, где я работаю. И в Москве у меня есть целый ряд и ординаторов, кафедры, базой которой является наша клиника. И людей, просто прикреплённых ко мне в процессе обучения по каким-то курсам. Точно так же, начиная какую-то свою активность в Казахстане, я способствую тому, чтобы мои коллеги, которые здесь работают, которые здесь выучились, они имели возможность повысить свой уровень квалификации, свой уровень образования. Без сомнения, вся медицина строится на коллегиальной работе. Вы поймите, есть, конечно, в нашей отрасли какие-то конкретные люди, которые пытаются всегда оградительной политикой того, что они делают, создать какую-то иллюзию уникальности, какую-то иллюзию эксклюзивности. Но на самом деле это у состоявшихся хирургов это ничего не вызывает, кроме смеха над этими глупостями. То есть вы в этом вопросе щедрый человек. Абсолютно. Я могу сказать, что все действительно серьезные, состоявшиеся специалисты в этой отрасли, что у нас в стране, в Москве, в Петербурге или где-то еще, что за границей, они абсолютно не скрывают того, что они делают. Они не боятся преподавать, они развивают все свои школы. У каждого из нас есть целая цепочка, целая группа последователей, группа учеников. И наоборот, это создает в медицине определенный статус, определенный уровень. Это целое направление, целый сегмент людей, которых ты выучил. Вообще вся медицинская наука двигается именно так. Если пытаться создавать иллюзию какого-то ноу-хау, я говорю, для взрослых специалистов это не вызывает ничего, кроме смеха. Это даже не смешно, потому что мы понимаем. Кого вы можете назвать своим учеником или учениками в Казахстане? Вы знаете, поколение учеников еще здесь местных у меня не выросло, чтобы я мог их публиковать и декларировать. Мои коллеги, которые работают сейчас в институте, многие из них активно учатся у меня и учились раньше и продолжают учиться. А в Казахстане? В Казахстане еще не выросли состоявшиеся специалисты, но я надеюсь, что скоро они будут работать в рядах. Просто это требует времени, это же не быстрый процесс. На это нужно несколько, чтобы передать даже какие-то базовые вещи, нужно несколько лет совместной работы. И консультативной, и амбулаторной. Это не только работа в операционной, и без сомнения хирургической непосредственной деятельности. Это сложный процесс, он длительный. Поэтому, возможно, в следующем нашем интервью, если оно когда-то состоится, я вам скажу, вот он раз, второй, третий. Я думаю, обязательно состоится, потому что мне интересно, вот я впервые беру интервью у пластического хирурга, и для меня очень много интересного открывается. Еще один вопрос, я думаю, у многих сейчас вопрос, сколько стоит операция от Антона Захарова, потому что, насколько я знаю, вы очень дорогой пластический хирург. Ну, дороговизна, понятие относительное. Для кого-то, в силу восприятия действительности там конкретной финансовой ситуации, это дорого, для кого-то это вообще ни о чем. Есть разные подходы, но мои цены, в принципе, они адекватны рынку и тому уровню услуг, которые я предоставляю. У хирурга вообще... У вас интересует какой-то конкретный позиции? у меня просто интересно, вот откуда, как вообще складывается цена? Цена образования? Потому что, наверное, из очереди, чем больше очередь, тем дороже хирург. Это совсем не так. Можно работать в глубоком демпинге, иметь огромную очередь и копеечные цены. Это выбор каждого. Ну, скорее всего, и такое же качество. Потому что все-таки, я уверен, меня понимаете, любой человек, занятый какой-то профессиональной деятельностью, при определенном уровне профессионализма подразумевает адекватную оценку своего труда. Это касается любого вида деятельности. Здесь то же самое. Я вам могу сказать абсолютно точно, на огромном количестве примеров, что в демпинге хороших результатов не бывает. Мы же с вами не надеемся, что если мы идем в салон за Жигулями, нам неожиданно продадут вместо Жигулей новую Мерседес с АМЖ. Просто для меня сравнение хорошее, я люблю эти машины. Ну, к примеру, вряд ли такое произойдет. То есть хорошая, качественная работа стоит дорого. Что-то будет супер качественно все за 3 копейки. Такого не бывает. Может, будет ничего, может, будет терпимо, может, будет боль не менее удовлетворительная. Но не идеально, да? Но супер не будет идеально никогда. Это невозможно, потому что, если бы это было так классно, то это бы уже было в другом сегменте давно. Теперь мне хочется что-нибудь сделать у Антона Игоревича Захарова. Уже просто все. Я буду рад. А ну, как у вас часто происходит такое, что женщина приходит, говорит, я хочу ринопластику, в итоге она хочет, подумаю, мамопластику и блефоропластику. Вы не поверите, часто. Часто? И вы можете вот прям взять и взять женщину на операцию и сразу несколько манипуляций сделать? Знаете, есть вещи, которые хорошо стыкуются между собой, которые удобно выполнять в объеме комплексного вмешательства. Они не мешают в реабилитации друг другу, они легко переносятся. И мы часто так и делаем. Допустим, увеличивающую мамопластику и ринопластику. Это легко стыкуем и удобные вещи. А есть вещи, которые между собой совсем не складываются и мешают друг другу. Либо в плане общего здоровья неправильным является их объединение. Например, одновременное выполнение мамопластики и абдоминопластики. Многие хирурги этим грешат. Одновременно сделаем и живот, и грудь, и все у вас будет классно. Я вам скажу, что это противоречит всем, всем правилам игры в эстетической хирургии. Это очень сильно удлиняет реабилитацию отобойных операций, это значительно увеличивает риски осложнений, это значительно увеличивает риски по длительности вмешательства, кучу всяких создает проблем. И единственная причина, по которой нужно так делать, это неверие хирурга в собственные силы, что этот пациент к нему вернется на второй этап. Это экономическая заинтересованность и полное пренебрежение интересами пациента в плане здоровья. Поэтому, если вам говорят, мы вам сделаем и мамопластику, и абдоминопластику, все сразу. Но, скорее всего, здесь дело не чисто, это какая-то плохая история, потому что только очень отдельные виды мамопластики, там без отслойки молочной железы, только очень узкий спектр методик могут быть выполнены с абдоминопластикой безопасно. Очень ценный совет, поэтому... Поэтому симультанная операция, это не всегда хорошо, иногда это удобно в плане... То есть мамопластику с ринопластикой можно, да? Легко, да. Иногда это удобно в плане сокращения реабилитации, ускорения, получения результатов ожидаемых и решения своих задач, но здесь важно, чтобы хирург все же сходил из интересов пациента и вел корректную пациента-ориентированную политику в принятии своих тактических решений. И мой последний вопрос. Вот мне интересно, как видят красоту? Вот мне интересно посмотреть на мир женщин глазами пластического хирурга. Вот вам, наверное, вы женаты? Ну, в данный момент нет. Вот мне кажется, с вами как-то сложно ходить на свидания, потому что вы сразу видите у женщины ринопластику, там, блееропластику. Знаете, знаете, интересный вопрос. Мне очень повезло, я умею все-таки, как, наверное, и многие другие люди Ну, вы же считываете. других профессий абстрагироваться от своей профессиональной деятельности в процессе какой-то внепрофессиональной жизни. Я не думаю, что, допустим, хирург-гинеколог, он не может абстрагироваться от того, чем он занимается. Уверяю вас, может. И я могу. Я тоже могу дистанцироваться от особенностей своего профессионального восприятия в какую-то зону адекватной социальной адаптации. Конечно, я вижу, наверное, больше, чем обыватель, и, наверное, гораздо. Но у меня же нет задачи в своей социальной коммуникации фокусироваться на... Какая женщина, вот, по-вашему, красивая? То есть, какие у вас критерии красоты? Как у мужчины пластического хирурга? У меня очень классические представления о канонах красоты. Они все... 90-60-90? Не-не-не, мы не говорим об этом. Они все описаны в наших книгах о эстетике, книгах по профессии. Они подразумевают гармоничное сочетание черт лица и дело же в восприятии сочетания каких-то черт в их гармонии, да? То есть, красота это не то, что описывается конкретными метрическими размерами или параметрами. Красота в гармоничном сочетании разных черт. Поэтому красивыми бывают люди разных и национальностей, и разных там особенных... Главное, чтобы пропорциональность была, да? Да, главный баланс. Баланс черт. То есть, красивый человек это пропорциональные черты лица? Красивый человек это правильное сочетание всех каких-то, да, своих черт, но не их конкретное описание. Это не значит, что он должен быть вот такой, такой, такой. Он может быть любой, но если в нем все правильно складывается, он будет нами, не только мной. А у меня просто традиционное представление восприниматься как красивый. Ну, естественно, внешняя красота, она для нас формирует некий, да, там, эффект привлечения внимания, такой аттрактив эффект, да, такой фокуса внимания. Но мы с вами отлично понимаем, что за этим должно что-то стоять, что истинная красота человек опознается уже в коммуникации с ним, да, в ощущении его как личности, и это все уже как-то смешивается одно с другим. И зачастую мы, общаясь с человеком, переставим видеть абсолютно какой-то внешний компонент со временем, правильно? Это удивительно, слышать из уст пластического хирурга. Нет, ну, это же... Ирина Шейк или Леди Гага? Ни та, ни другая. Ну, вот на месте Брэдли Купера кого бы выбрали? Ирину Шейк? Признанную красотку? Или талантливую Леди Гага? Я бы, я бы... Я сейчас скажу, мне ни та, ни другая не нравится. Я бы пошел на вольные поиски. Брэдли Купер, он такой позитивный, правильный, состоявшийся мужчина. Я думаю, он мог как-то более широко посмотреть на вещи. Спасибо вам большое. Очень интересное интервью. Спасибо вам. Дорогие женщины, наши казахстанские женщины, у нас есть возможность познакомиться поближе с Антоном Игоревичем Захаровым, посетив Тюлит Медицин. Нужно будет только записаться на консультацию. Честно говоря, удивлена, что консультация такая доступная, 5 тысяч тенге. Самое главное вовремя записаться и попасть на прием. Очень много интересной, полезной информации сегодня узнала. Да, я надеюсь на это. Вообще, мне нравятся люди, которые спокойно делятся своими советами, знаниями. Я очень надеюсь, что в скором будущем и у нас в Казахстане появятся ваши ученики, ваши последователи, да, и эта отрасль и в нашей стране будет очень хорошо развиваться. Спасибо большое. Я тоже на это надеюсь. Спасибо большое. Это было интервью с топовым пластическим хирургом России, который сейчас оперирует в Телепмедицин Антоном Игоревичем Захаровым. Спасибо.